Это контейнер, где находится сама микроминиатюра. Сама микроминиатюра защищена прозрачным стеклом. Всё герметично, чтобы не попадала пыль, влага. В этих капсулах, покрытых золотом, микроминиатюры могут храниться столетиями, говорит мастер Юрий Диулин. По образованию он художник-прикладник, закончил архитектурный институт. Юрий основал и запатентовал микроминиатюру, как вид искусства. Он делает скульптуры, гравюры и фотографии, картины размером с человеческий волос. А инструменты художника тоньше волоса в 40 раз. Юрий говорит, подковать блоху в 21 веке это уже не круто. А вдохновил его на эти подвиги левша, вернее фильм о нём. Сидим с девушкой, и я смотрю, всё мне больше и интереснее, и интереснее. Я чувствую, что это моё то, что именно долго я искал. А девушка моя что-то юрзает на стуле, там, пойдём, пойдём, что-то ей не нравится. И в общем мы ушли. Ну с девушкой я расстался, а вот микроминиатюра я не расстался. С тех пор прошло больше 20 лет. Сделано больше сотни микроминиатюр. Они хранятся в коллекциях известных актёров, политиков, бизнесменов. Специально для Перми Юрий сделал две миниатюры в подарок ко дню города. Герб на монете Пермского края. Он такой маленький, сделан живописно. Рамка у него сделана из высшей пробы, из банковского свитка. Его только можно увидеть под микроскоп. Очень тонкая работа и практически не видно, как точка. Также волос человеческий принёс. На нём выложил золотыми буквами слово «пермь». На нём идёт ещё медведь, на нём Анна Медведя, Библия, ну и также геральдические все знаки. Его работы можно увидеть только в микроскоп. Юрий Диурин говорит, работа микроминиатюриста – это вид медитации. Создавая картины, на человеческом волосе нужно быть позитивным, уверенным в себе, с хорошим настроением и никакого алкоголя. Единственное, конечно, концентрация. Нужно полностью владеть своим организмом, хорошее зрение, пониженное давление. То есть вот именно такие факторы. Я не просто сказал «пониженное давление». Потому что нужно чувствовать. И всё это делается между ударами сердца. Чтобы ни в коем случае, если что-нибудь рисуешь, чтобы сердце не мешало во время биения, когда пульсирует кровь, рука не тряслась. Юрий Диурин – единственный микроминиатюрист на Урале. Всего в мире таких художников лишь 18 человек. 12 из них – россияне. Выставку крохотных картин и скульптур можно будет посмотреть этим летом в парке имени Горького. Субтитры создавал DimaTorzok